Чемпионаты первенства Мурманской области по биатлону. По итогам первых в этом году стартов стреляющих лыжников будут разыграны путевки на межрегиональный этап, который пройдет в Санкт-Петербурге. Глядя на стремление заполярных биатлонистов победить, кажется, будто пронизывающий январский холод спортсменам не помеха. Гонка превратилась бы в настоящее экстремальное испытание, будь сегодня ветрено, но в долине уюта штиль. И все же мороз подгоняет, что в общем-то неплохо, учитывая, насколько важно для лыжников показать лучший результат. Победа дает право на соревнования уровнем выше. Так каждый из 70 участников этих соревнований может дойти до чемпионата страны. Сегодня на старт выходят у нас юноши и девушки средневозрастной группы, старшая возрастная группа девушки-юноши. Дальше на старт выходят у нас юниоры и юниорки. И в завершение сегодняшнего мероприятия принимают участие мужчины и женщины. Самые молодые участники это спортсмены 15-16 лет. Это как раз у нас средневозрастная группа спортсменов. Они также для этих спортсменов являются отборочными соревнованиями, как я уже сказал, для попадания на СССР, СССР, Федеральный округ. Уже в ближайшие выходные состоится заседание Тренерского совета Федерации биатлона Мурманской области, на которого будет определен состав региональной сборной. Среди наших спортсменов есть как молодые, подающие большие надежды, так и бесспорные лидеры, которые уже вошли в состав сборных России. В декабре месяце наши спортсмены принимали участие в сборной команды Мурманской области. Во всероссийских соревнованиях это были всероссийские отборочные соревнования к первенству мира среди юношей и девушек и юношеским зимним олимпийским играм. И очень приятно отметить, что представители нашей спортивной школы, это спортивная школа по зимним видам спорта, представители центра спортивной подготовки отобрались на эти престижнейшие соревнования. То есть могу назвать это Хасан Каев Артемий, участник первенства мира по биатлону, он уже находится в расположении сборной команды России на треночном сборе и Никульшин Александра. Юные спортсмены говорят, секрет успеха кроется вовсе не в суперспособностях. Главное победить волнение. Много работать над собой и уверенно идти к цели. Мечта многих юных биатлонистов попасть в сборную. Честно, это моя мечта, но я очень этого хочу. Но нужно все-таки разумно к этому подходить. Но это еще будет не скоро, через годы 4-5, когда уже в юниорской сборной буду. И на этом пути они готовы бороться с препятствиями, которых на севере немало. Как погодные условия, как они, на ваш взгляд, все-таки влияют на результаты? Ну, из-за холода мерзнут руки сильно. И плохо ощущают швентовку на рубеже. Также замерзают ноги. Вот. Тяжело бежать из-за этого. Специалисты отмечают, перспективы у заполярных биатлонистов большие. Во многом этому способствует полностью обновленная, реконструированная спортивная база Мурманской долины уюта и всесторонняя поддержка спорта в регионе.